В данный момент здесь находится автоматическое регулирование температуры, то есть постоянно поддерживается плюс 22 градуса, ну как в принципе комнатная температура. Электропоезд отправляется в путь после капитального ремонта. Пробег электрички за 14 лет приличный – 1 миллион 200 тысяч километров. Это 30 оборотов вокруг земного шара. Что важно, отремонтировали состав в Алтайском крае. До недавнего времени наши электрички ремонтировали только в Красноярске. Мы до этого, когда отправляли туда вагоны, ну в первую очередь мы тратили деньги на ремонт по большому счету, то есть на оформление договора с этим заводом. На сегодняшний день у нас все деньги остаются в Алтайском крае. Экономический эффект от ремонта одной электросекции составляет порядка 753 тысяч рублей. Обеспечиваем своих работников, то есть им выплачиваем заработную плату. И также занимаемся обеспечением запасными частями. В электропоезде обновили техническое оснащение, в вагонах новая обивка на диванах, покрашены полки, установлено светодиодное освещение, также обновлены санузлы. Кстати, ремонт проводится на российском оборудовании с использованием наших запчастей. Стало более комфортно, как бы, поновее. Они и так, в общем-то, неплохие пригородные поезда, но это с комфортом. Внешний вид салона, все новое, сидения новые, кинолеум. Производится посадка на электропоезд. Будьте осторожны. Пассажиропоток пригородных поездов в край 8 миллионов человек в год. Пока это лишь первый состав, который отремонтировали в депо Алтайское. На июнь в РЖД уже запланировали выпуск второго электропоезда. А в планах охватить ремонтом все электропоезда западно-сибирской железной дороги. А может быть, даже выйти за ее пределы. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком.